Фильмы ужасов. Бывают очень страшные, бывают противные, а бывают еще и таинственные. Представляем десятку лучших таинственных фильмов ужасов. На десятом месте. Спуск. Две молодые девушки отправляются исследовать горные хребты. И все идет неплохо, пока они не находят загадочный грот. Какие тайны он хранит. Внезапно камнепад замуровывает выход наверх. И подругам приходится отправиться вглубь темных катакомб в поисках спасения. Вскоре они выясняют, что грот населен неизвестными кошмарными созданиями. Девятое место. Дом восковых фигур. Автомобиль ломается, и компания молодых людей приходится обратиться за помощью к обитателям маленького заброшенного городка. Главной достопримечательностью этой местности, безусловно, является дом с большим количеством очень уж реалистичных восковых фигур. Страх неминуемо настигает незваных гостей, когда они узнают, что кое-кто хочет расширить свою коллекцию, заполнив весь город трупами убитых ими случайных приезжих. Восьмое место. 247 градусов по Фаренгейту. Четверо друзей отправляются в дом на берегу озера, чтобы весело провести выходные. Но уикенд превращается в настоящий кошмар, когда трое из них оказываются запертыми в горячей сауне. И с каждой минутой температура растет. Место седьмое. Заброшенный дом. В поисках своих настоящих родителей, американка Мэри приезжает в Россию и узнает, что получила в наследство дом от матери, умерший при таинственных обстоятельствах. В этом пустующем доме, затерянном в лесной глуши, она встречает человека, утверждающего, что он ее брат-близнец, которого она никогда не знала. Они понимают, что оказались здесь не случайно и вскоре становятся свидетелями зловещих событий прошлого. Затаившийся в древнем доме ужас прорывается наружу, обволакивая их невидимыми путами и увлекая в лабиринты нескончаемого кошмара. Шестое место. Эд Грейн. Картина основана на реальной жизни самого знаменитого маньяка в истории человечества – фермера Эдварда Грейна. С виду Эд Грейн кажется вполне заурядным фермером. Соседи считают его добродушным и застенчивым человеком. Но на самом деле у Эда очень специфические интересы – грабокопательство, покойники, засушенные головы, людоедство. Эд изготавливает из женских тел предметы домашнего обихода. Особенно он гордится кожаным костюмом, который надевает по особым случаям, например, в полнолуние. Пятое место. Хостел. Три девушки-студентки, путешествуя по Европе, решили подольше задержаться в Братиславе, в Словакии. Сами того не ведая, они попадают в царство мяса и крови. Ведь одна из здешних гостиниц, в которую приезжают наши героини, таит мрачный секрет – таинственную организацию, которая занимается пытками и убийствами. Четвертое место. Коллекционер. Бывший домушник забирается в загородный коттедж своего начальника, чтобы ограбить его. Однако, попав внутрь, он скоро понимает, что дом и обитатели уже захвачены крайне неприятным типом в плюшевой маске, которая вовсю орудует полным набором пыточных инструментов времен Испанской Инквизиции. Планы домушника меняются. Теперь он предпринимает отчаянную попытку спасти семью, которую изначально собирался ограбить. Место третье. Крив. Лондон. Холодная зимняя полночь. Не поймав такси, Кейт решает поехать на метро. Немного подвыпившая, она ждет последнего поезда, но засыпает, и в этот момент к платформе подъезжает пустой поезд. Ее надежда поскорее вернуться домой оборачивается тревогой, когда на полпути через тоннель поезд останавливается, и ее вагон погружается в кромешную темноту. Второе место. Население 436 человек. Простой статистик обнаруживает некую демографическую аномалию. Он заметил, что по многолетним данным, в одном городе число жителей не менялось последние 100 лет. Когда бы ни проводилась перепись, там всегда жило ровно 436 человек. Ни больше, ни меньше. Крайне заинтригованный статистик отправляется в городок, чтобы понять причины необычной стабильности. Еще не предполагая, насколько шокирующая и смертельно опасная кажется разгадка этой, на первый взгляд, невинной тайны. Место номер 1. Треугольник. Леденящий ужас на волнах. Грег приглашает свою подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшиеся в живых вынуждены дожидаться помощи. Спасение приходит в виде огромного океанического лайнера, но судно оказывается абсолютно пустым, ведь часы на борту остановились. Особенно не по себе становится, когда герои узнают, что они не одни на этом корабле, и за ними кто-то неустанно следит. Друзья, если вы собираетесь посмотреть один из этих фильмов, ставьте большой палец вверх. А если уже посмотрели, напишите ваши эмоции, какой фильм вам запомнился больше всего.